Добрый день, наши уважаемые зрители. Сегодня в эфире я, президент Всеказахстанского правозащитного центра. И в гостях у нас юрист, тоже правозащитник, Шаден Шеренбекович Кребаев. Тема нашего сегодняшнего видео будет посвящена решению Казалардинского суда. Вы нам расскажете вкратце, из-за чего был суд, кто стороны и в чем суть конфликта. Здравствуйте. Сара Ахмедовна, в Казаларде состоялся суд по взаимным искам. Был подан иск к общественным объединениям Орда-Загептар, к корпоративному фонду Сырдарья и общественному объединению КОС. И одновременно был подан невстречный иск, с другой стороны тоже такого же рода претензии к Казалардинскому общественному объединению Орда-Загептар. Потом эти иски объединили в один суд. И суд разбирался. И предметом иска у нас было? Предметом иска была поставка ноутбуков с фондом Сырдарья к Казалардинскому фонду занятости. Или как координации, в общем, управлению соцзащитой области. Казалардинскому области. И на общую сумму договор был на 81 миллион тенге. 96 ноутбуков. Фонд Сырдарья сделал договор субподряда. Где Орда-Загептар на 75 миллионов тенге поставляет в качестве как субподрядчика. То есть корпоративный фонд Сырдарья покупает у Орда-Загептары ноутбуки с программным обеспечением на 75 миллионов тенге. Потом она поставляет в управление и получает 81 миллион тенге. Чтобы не платить этому Орда-Загептар то, что они уже поставили. То есть как это не платить? Они получили компьютеры, а платить не хотят? Дело в том, что всеми фондами управляет Наур-Загептар, его заместители, Букинбаев и так далее. И притом незаконно управляют. И они решили, если Орда-Загептар не покупает синтез речи у самого Наур-Збаева, то препятствовать этому. Препятствовать они не смогли, но решили не платить за синтез речи. Потому что Орда-Загептар не купил у Наур-Збаева. А Наур-Збаев через свое ОНИ, Ерик Шетандау, продает всем, кто участвует через фонды КОС. Через государственные закупки. Он предлагает свой синтез речи. И у него в два раза дороже, чем на рынке. Поэтому Орда-Загептар не купил у него, а купил на рынке. И тем самым он обидел Наур-Збаева. И вот буквально в вчерашней передаче Наур-Збаев говорит, что Орда-Загептар ему предлагал 12 миллионов, чтобы допустили к этому госзакупке в качестве субподрядчика. И он отказался. Во-первых, вот это непонятно. Почему он предлагает Наур-Збаеву, если он самостоятельно субподрядчиком идет. Где Наур-Збаеву никакого отношения к этому не имеет. Да, он же в кооперативном фонде идет субподрядчиком. Значит, похоже, что вот эти 12 миллионов его не удовлетворили. Ему хотелось намного больше. Именно поэтому сложилась такая ситуация. Он назначил своего заместителя Букинбаева. Букинбаев в совете... То есть там был другой председатель филиала, да? Да. Он ее уволил задним числом. Так. И назначил задним числом Букинбаева. Вот этого печально известного Букинбаева? Да. Вот где как раз он с Бейменовым разговор ведут о четырех гусях. Это вот тот случай. Но только это было не 10 декабря, как утверждает Наур-Збаев и его представитель, и Букинбаев. Это случилось уже в конце декабря. А приказ о назначении Букинбаева сделан задним числом. И это доказано. И то, что там расторжение договора подряда, соглашение было, оно оказалось поддельным. Печать Букинбаева была... И подделку подтверждает экспертиза? Да, подчерковическая экспертиза подтверждает, что Бейменов не ставил эту подпись. Это чужая подпись. И на стороне, где Букинбаев подписывает, они представили суду печать неподлинную, а копию. И подпись тоже копия. Кроме этого, на судебном заседании было очень много допущено этих третьих лиц. Там пять организаций третьих лиц отключены. И они все своими показаниями, кроме экспертизы, тоже показали, что все это делалось с задним числом. Поэтому суд вынес решение взыскать... Ну, мы просили взыскать ООО КОС, потому что в корпоративном фонде уже этих денег нету. Просто назначался директором, ой, этим президентом Букинбаев. Он только назначен был для того, чтобы эти деньги снять и перевести в КОС. Простите, я не поняла. Корпоративный фонд закупает у ООО ОРДА за гепторы компьютеры, поставляет их заказчику в Центр занятости за ординацией. Заказчик перечисляет в корпоративный фонд Цердарья деньги, а деньги идут не в ООО ОРДА за гепторы в уплату за компьютеры, а куда они деваются? Букинбаев и назначен был для того, чтобы эти деньги перечислили в ООО КОС. А на каком основании-то? Ну, оснований нет. Во-первых, сам Букинбаев незаконно назначен. Он является членом Попеческого совета, и одновременно исполнять должность президента он не имеет права. По закону это вступает в конфликт интересов. И за эту сумму Букинбаев должен нести теперь уже уголовную ответственность. И вот за эту сделку он требовал 4 тонны? Да, кроме 4 тонн, вот сам Новорозбаев подтверждает, что о каких-то 12 миллионах идет речь. То есть они не заплатили деньги за поставленный компьютер, и еще просят 4 тонны? Там такая схема. Если кто-либо участвует в госзакупках субподрядчиком через фонды, то обязательно должен отмечаться у Новорозбаева. Вот он отметился, и этот Биемернов сказал, ну я ничего тебе не собираю сплощать. Ну тогда вот мы деньги забираем. Хорошо. Суд разобрался в этом вопросе? 100% разобрался. Единственное, суд не сделал чего. Решение было правильно вынесено. Дело в том, что Букинбаев пересислил все деньги в ООКОС. В фонде денег не осталось. Там оставалось 2 миллиона 600 тысяч, которые судебный исполнитель взыскал. была нотариальная исполнительная надпись взыскать 75 миллионов. Потом Букинбаев опять предоставляет туда подделанный договор расторжения, хотя его видать насквозь, что он подделанный. Нотариус сам отменяет свою исполнительную надпись. Несмотря на то, что там с одной стороны оригинальная печать и подпись, а подпись и печать другой стороны в копии. Да. Теперь вся суть в том, что Уордас-Загрептар решение получила правильно, но в фонде денег нет. А суд не указал, что надо взыскивать общественное объединение. Это придется теперь вновь с этим решением по новой подавать в суд, чтобы взыскать общественное объединение. А намерены ли вы возбуждать уголовное дело по факту подделки документов в отношении лиц, которые подделали документы, а также в отношении нотариуса, который принимает такой договор? Это мы обязательно сделаем, когда это решение вступит в законную силу. Решение районного суда. И кроме этого, просто вот вам наглядный пример, когда 57 фондов, да? Они все контролируются с одного центра, и все деньги таким образом забираются. Это же пример, как с этих фондов деньги уходят в ООКОС. Вот вам пример. И когда мы говорили о десятках миллиардов, они вот таким способом и уходят. Вот единственный случай, когда Бейменов не согласился с предложением Норсбаева незаконно его обогатить. И вот вся суть в этом. И теперь... У нас осталось 4 минуты. С этим вопросом все ясно, да? Да. Я бы хотел немного сказать по моему шуму. Так, хорошо. Дело в том, что из-за моей позиции, он тоже уже 4 года преследует меня, хоть так винить... Он это кто? Наурсбаев. Да. По поводу чего? По поводу, что я якобы нанес ущерб на 38 миллионов с чем-то общественному объединению. Дело в том, что вот это объединение, оно чисто запазное. Так, слушайте, я... Вы нанесли ущерб общественному объединению КОС, как утверждает Наурсбаев, да? Да. Но в таких случаях сколько раз вы, другие члены КОС указывали, что Наурсбаев выводят деньги, но все государственные органы нам отвечали, что государство не вмешивается в дела общественного объединения и отказывались возбуждать уголовник. У нас мало времени, поэтому... А в отношении вас этот вопрос по-другому решает. У нас мало времени, я поэтому... В отношении вас возбудили все-таки уголовник. Если рассказывать о заказном характере, это надо приличное время, и можно их потом отдельно осветить. Я в данном случае хочу именно на этом остановиться, хочу показать на двойственную позицию как наших государственных органов, которые в одном случае говорят, мы не вмешиваемся в дела общественных объединений, а в некоторых, ну в единичном данном случае, да, пока, в ваше дело вмешалось. Да, да, и притом... И нашли повод. Смотрите, на каком основании мне предъявлено объединение? Вот у меня аудит, справка аудитора Стыбаева, это аудитор этого Наурсбаева, он все аудиты делает косо. Да, именно это да. Да, и в этой аудитовской справке нет ни одного данного, самого необходимого, сколько на момент предъявления мне обвинения было денег на расчетном счете до Модуха Стыбаева. Да. Были ли дебюторские, кредитерские задолженности? Угу. Если таких самых необходимых вещей нет... Да, исходных буквально. То как можно на основании вот этого аудита дело довести до суда? Да. Сейчас дело находится в суде уже на стадии завершения, и при том, я хочу сказать, именно по этой причине судья не может мне вынести обвинительный приговор, а сам обвинительный орган, прокуратура, поняв это, она сама ходатайствовала, чтобы это было отправлено на доследование. Так. Но она была частным порядком обжалована, апелляционный суд, это постановление о передаче на доследование, вернула. Да. Понимаете, сама прокуратура уже засомневалась, что она правильно предъявила ее обвинение, а суд апелляционный возвращает. Да. Это о чем говорит? Да. Теперь я хочу сказать, я ни одного тенге, мне не было вверено чужого имущества, то есть имущество КОС, это абсурд. Но одновременно хочу сказать, что назначались в это время и увольнялись, кроме меня, еще два директора. И именно в период предъявления мне обвинений работал и пользовался расчетным счетом Дома отдыха «Спутник», где было 58 миллионов тенге, другой директор, Уорожжанов. И уорожжанов использовал эти деньги не по назначению. Дэн Шерембекович, вы говорите очень интересные вещи. Я вам предлагаю посвятить разбору этого дела еще один наш ролик. На сегодня мы с вами прощаемся. Смотрите наши ролики, будет интересно. До свидания. До свидания.